Урок 1. Сила кофе. Привет, Анна. Знаете ли вы, что кофе может быть очень полезен для повышения производительности? Привет, Джон, я это уже слышал. Кажется, что кофе пользуется популярностью у многих людей, желающих начать свой день. Безусловно, Анна. Он содержит кофеин, который помогает улучшить концентрацию внимания и бдительность. Это интересно. Я никогда не любил кофе, но, возможно, стоит попробовать. Что ж, дело не только в кофеине. В кофе также есть антиоксиданты, полезные для нашего здоровья. В самом деле. Я и не подозревал, что у кофе есть такие дополнительные преимущества. Приятно это знать. Да, в самом деле. Антиоксиданты могут помочь защитить наши клетки от повреждений и снизить риск некоторых заболеваний. Это впечатляет. Я и не подозревал, что кофе может так положительно повлиять на наше самочувствие. Всегда интересно узнать о потенциальных преимуществах таких повседневных продуктов, как кофе. Я согласен. Иногда мы упускаем из виду простые вещи, которые могут существенно изменить нашу жизнь к лучшему. Именно так, Анна. А кофе ценится уже много веков благодаря своему вкусу и стимулирующему действию. Думаю, тогда стоит попробовать. Возможно, со временем у меня разовьется вкус к нему. Это стоит попробовать, Анна. Я проявлю непредвзятость и попробую. Кто знает, может, я стану таким же любителем кофе, как и ты. Ха-ха, кофе действительно покоряет людей своим ароматом и вкусом. Похоже, я что-то упустила. Мне тоже надо начать пить кофе. Никогда не поздно начать, Анна. В нашем ассортименте огромное количество сортов, поэтому вы обязательно найдете тот, который вам понравится. Я обязательно рассмотрю разные варианты и посмотрю, какой из них подойдет моим вкусовым рецепторам. Спасибо за предложение, Джон. Добро пожаловать, Анна. Всегда интересно открывать для себя новые вещи и делиться ими с другими. Совершенно верно. Я благодарю вас за то, что вы познакомили меня с преимуществами кофе. Это открывает глаза. Я рада, что смогла поделиться этим с тобой, Анна. Кофе принес радость и вдохновение в жизнь многих людей. Ну что ж, за новыми начинаниями и чашечкой кофе. Ура! Ура, Анна! Пусть ваши кофейные приключения будут наполнены восхитительными ароматами и новой энергией. Урок 2. Утренний распорядок дня и прибытие в офис. Привет, Анна. Я обычно иду на работу после завтрака. Во сколько ты обычно приходишь в офис? Привет, Джон. Я стараюсь добраться до офиса к 9 утра. Как насчет тебя? Я планирую приехать примерно в одно и то же время. Важно быть пунктуальным и начинать день правильно. Совершенно верно. Своевременное пребывание задает позитивный тон на весь день. Я согласен. Это позволяет мне освоиться, организовать свои задачи и подготовиться к предстоящему дню. Это хороший подход, Джон. Начало дня с четкого плана может помочь повысить производительность. Определенно. Легче сосредоточиться, когда у вас есть план действий, которые необходимо сделать. Не могу не согласиться с этим. Это помогает свести к минимуму отвлекающие факторы и позволяет лучше распорядиться временем. Именно так. А своевременное прибытие в офис также свидетельствует об уважении к коллегам и компании. Это правда, Джон. Это служит хорошим примером и способствует формированию позитивной рабочей культуры. Очень важно создать гармоничную и эффективную рабочую среду. Совершенно верно. Когда все уделяют внимание своему времени и обязательствам, это приносит пользу всей команде. Управление временем – ценный навык, который может способствовать личностному и профессиональному росту. Не могу не согласиться с этим. Это навык, который со временем можно оттачивать и совершенствовать. Главное – найти подходящую для вас рутину. Это помогает развить чувства структуры и дисциплины. Верно, Джон. Хорошо структурированный распорядок дня может существенно изменить нашу повседневную жизнь. Оно задает тонн дня и обеспечивает уделение важным задачам того внимания, которого они заслуживают. Я не мог бы сказать это лучше, Джон. Речь идет о поиске баланса между работой и личной жизнью. Безусловно, Анна. Хорошо организованный график обеспечивает здоровую интеграцию работы и личной жизни. Важно уделять приоритетное внимание уходу за собой и сохранять чувство благополучия при выполнении рабочих обязанностей. Ты абсолютно права, Анна. Забота о себе необходима для долгосрочного успеха и счастья. И все начинается с небольших шагов, таких как эффективное управление временем и пунктуальность. Совершенно верно, Анна. Эти небольшие шаги могут привести к значительному повышению нашей общей производительности. Не могу не согласиться, Джон. Речь идет о том, чтобы принимать осознанные решения и целенаправленно использовать свое время. Хорошо сказано, Анна. Давайте продолжим стремиться к продуктивности и балансу в повседневной жизни. Безусловно, Джон. Впереди продуктивный день и радость в каждом моменте. Спасибо, Анна. Пусть наши рабочие дни будут наполнены целеустремленностью и целеустремленностью. Спасибо, Джон. Давайте максимально используем наше время и окажем положительное влияние. Действительно, Анна. Давайте воспользуемся сегодняшним днем и воспользуемся открывающимися возможностями. Урок 3. Планы отдыха на выходные. Привет, Анна. Как насчет того, чтобы в следующую пятницу после работы мы могли собрать вещи и отправиться в путь? Привет, Джон. Звучит как отличная идея. Куда вы предлагаете нам пойти? Я подумала, что мы могли бы поехать на пляж. Это всегда освежающий отдых. А, я обожаю пляж. Шумы волны и теплого песка так расслабляют. Именно так, Анна. Это идеальный способ расслабиться и восстановить силы после напряженной рабочей недели. Рассчитывайте на меня. Я очень хотела отдохнуть и провести время на природе. Приятно отвлечься от повседневной рутины и насладиться красотой природы. Не могу не согласиться с этим. Пребывание на природе помогает нам омолодить дух. Совершенно верно. Кроме того, это отличная возможность заняться водными видами спорта или просто отдохнуть на берегу. Я всегда хотела попробовать себя в падлбординге. Возможно, эта поездка станет идеальным шансом. Звучит как забавное занятие, Анна. Уверена, мы отлично проведем время, открывая новые приключения. Определенно. Все дело в том, чтобы создать незабываемые впечатления и насладиться настоящим моментом. Безусловно, Анна. А в такой хорошей компании, как у вас, становится еще приятнее. Это укрепляет нашу связь и создает незабываемые воспоминания, которыми мы можем дорожить. В самом деле, жизнь заключается в установлении значимых связей и создании прекрасных моментов. Хорошо сказано, Анна. Я рада, что мы можем вместе отправиться в это приключение. Я тоже, Джон. Это будет фантастический уикенд, наполненный смехом и отдыхом. Не могу не согласиться, Анна. Давайте максимально используем наше время и создадим незабываемые воспоминания. Безусловно, Джон. Вас ждет увлекательное путешествие на автомобиле и выходные, наполненные радостью и приключениями. Спасибо, Анна. Давайте отправимся в путь и отправимся в путешествие за книгами. Спасибо, Джон. Мне не терпится отправиться в это путешествие вместе с вами. Это будет потрясающе. Точно так же, Анна. Приготовьтесь к выходным, наполненным солнцем, смехом и безграничными возможностями. Урок 4. Осведомленность об окружающей среде. Привет, Анна. В связи с этим приятно видеть, что в наши дни все больше внимания уделяется экологическим проблемам. Привет, Джон. Я согласен. Люди все больше осознают наше влияние на планету. Определенно. Крайне важно принять меры по защите окружающей среды для будущих поколений. Не могу не согласиться с этим. Итак, как, по-вашему, мы можем внести свой вклад в создание более экологичного мира? Один из простых способов заключается в сокращении использования одноразового пластика, например, в пользу многоразовых бутылок для воды. Отличная идея. Небольшие изменения в наших повседневных привычках могут существенно изменить ситуацию. Совершенно верно. Другой способ заключается в экономии энергии в доме, например, при выключении освещения, когда оно не используется. Да, внимательное отношение к потреблению энергии помогает сократить выбросы углекислого газа. Именно так. Мы также можем поддержать местных фермеров и предприятия в продвижении устойчивых методов. Это хорошее замечание. Покупки на месте сокращают выбросы от транспорта и поддерживают общество. Кроме того, посадка деревьев и участие в общественных мероприятиях по уборке могут оказать положительное влияние. Мне нравится идея участвовать в местных инициативах. Это объединяет людей для достижения общего дела. Так и есть, Анна. Кроме того, очень важно просвещать других о важности охраны окружающей среды. Совершенно верно. Распространение информации может вдохновить больше людей принять меры и изменить мир к лучшему. Согласовано. Мы можем делиться информацией в социальных сетях, на семинарах или даже в неформальных беседах. Каждое усилие важно, Джон. Речь идет о том, чтобы создать волновой эффект и вдохновить других присоединиться к движению. Определенно, Анна. Вместе мы сможем создать более устойчивое и экологичное будущее. Я тоже так думаю, Джон. Отрадно видеть, что все больше людей и сообществ поддерживают эту идею. Это вселяет в меня надежду на лучший мир, Анна. Давайте продолжим вносить свой вклад и побуждать других делать то же самое. Безусловно, Джон. Чем больше мы будем делать, тем светлее будет будущее нашей планеты. Хорошо сказано, Анна. Давайте станем теми переменами, которые мы хотим видеть и защищать окружающую среду, которую мы называем своим домом. Спасибо, Джон. Я рад, что нас объединяет стремление сделать мир более экологичным и здоровым. Точно так же, Анна. Вместе мы сможем оказать положительное влияние и оставить неизгладимое наследие. Привет, Анна. На перекрестке мне повернуть налево или направо. Привет, Джон. Поверни направо и продолжай идти, пока слева не увидишь большое красное здание. Хорошо, понял. Куда мне идти после красного здания? Поверните налево, и вы окажетесь на главной улице. Идеальный. Тогда стоит ли мне идти прямо или делать другие повороты? Да, продолжайте движение прямо около двух миль, пока не дойдите до перекрестка. Хорошо. Когда я доберусь до перекрестка, какой следующий шаг? Сверните на второй съезд на кольцевой развязке и выйдите на шоссе. Понятно. И как далеко мне ехать по шоссе? Проезжайте около десяти миль, а затем сверните направо. Десять миль по шоссе. Понял. А после съезда куда мне идти? Выйдя, поверните налево на Аук-стрит. Хорошо, налево на Аук-стрит. Как далеко мне нужно ехать по Аук-стрит? Продолжайте ехать по Аук-стрит примерно пол мили, а справа вы увидите парк. Хорошо, пол мили по Аук-стрит, а справа парк. Каков следующий шаг? В парке поверните направо на Мэйпл-авеню. Понял. Поворот направо на Мэйпл-авеню в парке. Что будет после этого? Продолжайте движение по Мэйпл-авеню три квартала, и слева вы найдете пункт назначения. Три квартала на Мэйпл-авеню, пункт назначения будет слева. Спасибо за указание. Добро пожаловать, Джон. Счастливого и безопасного путешествия. Я так и сделаю. Еще раз спасибо, Анна. Я ценю твою помощь. Урок 6. Эффективные учебные привычки. Эй, вы нашли в последнее время какие-нибудь эффективные учебные привычки? Привет, Джон. Да, я открыл для себя несколько методов, которые помогли мне учиться более эффективно. Отлично. Я всегда ищу способы улучшить свой учебный распорядок. Каков ваш первый совет? Одна вещь, которую я нашел полезной, разбивать учебные занятия на более короткие промежутки времени. Итак, вы имеете в виду обучение в течение более короткого периода времени. Как долго вы обычно учитесь? Да, именно так. Обычно я занимаюсь по 25-30 минут, а затем делаю небольшой перерыв. Кажется, с этим можно справиться. Чем вы занимаетесь во время перерывов? Во время перерывов я стараюсь расслабиться и отдохнуть. Я могу потянуться, перекусить или немного прогуляться. Перерывы звучат как хороший способ зарядиться энергией. Какая у тебя следующая учебная привычка? Еще одна привычка, которую я перенял, составлять учебное расписание или список дел для каждой учебной сессии. Итак, вы заранее спланировали, что вам нужно изучить. Да, именно так. Четкий план помогает мне сохранять организованность и сосредоточенность во время учебы. В этом есть смысл. Я попробую. Что еще вы можете порекомендовать? Один из методов, который мне хорошо зарекомендовал, это использование карточек для запоминания. Флэш-карточки. Как их эффективно использовать? Я записываю ключевую информацию или вопросы на одной стороне карточки, а ответы — на другой. Затем я регулярно их просматриваю. Это отличный способ проверить свои знания. Я обязательно попробую использовать флэш-карточки. Есть ли другие учебные привычки? Да, еще одна полезная для меня привычка — найти тихую и комфортную учебную среду. Итак, спокойное место, где вы можете сосредоточиться, не отвлекаясь. Именно так. Это может быть тихий уголок дома, библиотека или кафе. Все, что подходит вам лучше всего. Я обязательно найду подходящее место для учебы. Какая у тебя последняя учебная привычка? Мой последний совет — практикуйте активное обучение. Вместо того, чтобы пассивно читать или слушать, старайтесь активно изучать материал. Как мне это сделать? Вы можете делать заметки, задавать вопросы, обсуждать тему с другими или даже обучать других тому, что вы узнали. Активное обучение звучит более увлекательно и интерактивно. Я тоже включу это в свой учебный распорядок. Отлично! Надеюсь, эти учебные привычки пригодятся вам, Джон. Спасибо, Анна. Я ценю ваш ценный совет. Мне не терпится попробовать их и увидеть разницу. Добро пожаловать, Джон. Удачи вам в учебе! Еще раз спасибо, Анна. Я расскажу вам, как все пойдет. Урок 7. Выбор тропического направления. Привет, Анна. Я рассматриваю Булю или Мальдивы. У них обоих прекрасные пляжи. Привет, Джон. Это непростое решение. Булю известен своей яркой культурой, а Мальдивы предлагают потрясающие роскошные курорты. Да, культурные достопримечательности были заманчивы. Но перед чистейшими пляжами Мальдивских островов и кристально чистой водой трудно устоять. Совершенно верно. На Буле вы можете исследовать древние храмы и традиционные рынки, погрузившись в местную культуру. Звучит увлекательно. С другой стороны, Мальдивы славятся своими уединенными островными курортами и снаркелингом мирового уровня. Мальдивы действительно предлагают более эксклюзивный и романтический отдых. Представьте, что вы отдыхаете на надводной вилле с бирюзовыми водами под вами. Это действительно похоже на сон. Однако разнообразные пейзажи Буля, в том числе пышные рисовые террасы и вулканические горы, не менее завораживают. Действительно, Буля предлагает сочетание природной красоты и культурных впечатлений. Вы можете отправиться в поход к захватывающим дух водопадам или отведать блюда традиционной балийской кухни. Это действительно сложное решение. Кажется, что оба направления предлагают уникальные впечатления. Слышали ли вы что-нибудь о доступности этих мест? Буля обычно считается более бюджетным городом. Здесь есть широкий выбор вариантов размещения и ресторанов на любой бюджет. Приятно это знать. Я буду иметь это в виду. А как же Мальдивы? Это дороже? Да, Мальдивы, как правило, дороже, особенно когда речь идет о роскошных курортах и развлечениях. Тем не менее, здесь царит непревзойденная роскошь и уединение. Понимаю. Так что Буля может быть лучшим выбором, если у меня ограниченный бюджет. Но если я хочу насладиться по-настоящему роскошными и эксклюзивными впечатлениями, Мальдивы – идеальный вариант. Именно так. Рассмотрите свой бюджет и тот опыт, который вы ищете. Оба направления имеют свой шарм и привлекательность. Спасибо за ваши идеи, Анна. Я взвешу варианты и приму решение, исходя из того, что для меня важно. Добро пожаловать, Джон. Уверен, что вы прекрасно проведете время независимо от того, какое направление вы выберете. Наслаждайтесь отдыхом в тропиках. Еще раз спасибо, Анна. Я ценю твою помощь. Мне не терпится понежиться на солнышке и насладиться прекрасными пляжами, куда бы я ни пошла. Урок 8. Поиск жилья. Привет, Анна. Я планирую поездку, и мне нужен совет. В этом случае я предлагаю поискать отели в центре города или поблизости. Привет, Джон. Отличная идея. Пребывание в центре города или поблизости позволит вам легко добраться до достопримечательностей и удобств. Куда вы направляетесь? Я иду в Париж. Это оживленный город, и я хочу максимально использовать свое пребывание. Какие конкретные районы вы рекомендуете? Абсолютно. В Париже популярны центральные районы, такие как Море, Сентября-Жермин-де-Пре или Латинский квартал. Море известен своим историческим шармом и модными бутиками. В сентября Жермин-де-Пре царит богемная атмосфера и работают знаменитые кафе. Латинский квартал оживлен и отличается богатой студенческой культурой. Все они звучат привлекательно. Есть ли в этих районах хорошие транспортные сообщения? Да, в Париже отличная система метро, поэтому вам не составит труда передвигаться из этих центральных мест. Это удобно. Как насчет жилья? Какие-нибудь советы по поиску подходящего отеля? Рассмотрите свой бюджет и предпочтения. Онлайн-платформы для путешествий помогут вам сравнить цены и прочитать отзывы других путешественников. Хорошие замечания. Я обязательно проверю отзывы, чтобы получить представление о качестве и обслуживании отеля. Есть ли другие соображения? Подумайте о необходимых вам удобствах, таких как Wi-Fi, завтрак или фитнес-центр. Кроме того, проверьте, есть ли в отеле удобное место для запланированных мероприятий. Я учту это. Очень важно обеспечить комфортное проживание с необходимыми удобствами. Есть ли бюджетные варианты? Да, в Париже можно найти множество недорогих отелей. Выбирайте небольшие независимые отели или остановитесь в хостеле, если вы предпочитаете более светскую атмосферу. Неплохая идея. Я рассмотрю разные варианты, чтобы найти тот, который соответствует моему бюджету. Спасибо за совет, Анна. Добро пожаловать, Джон. Я рада, что смогла помочь. Есть ли что-то еще, что вы хотели бы узнать? И последнее. Есть ли конкретные веб-сайты, которые вы рекомендуете для бронирования жилья? Некоторые популярные сайты бронирования включают booking.com, Expedir и Airbnb. Они предлагают широкий выбор вариантов для разных бюджетов и предпочтений. Отлично. Я зайду на эти сайты и начну планировать свое пребывание в Париже. Еще раз спасибо, Анна. Ваши предложения бесценны. Добро пожаловать, Джон. Уверен, вы найдете отличное место для отдыха. Удачной поездки в Париж. Спасибо, Анна. Мне не терпится исследовать город и окунуться в его яркую атмосферу. Урок 9. Семейные связи. Привет, Анна. Ты позвонишь родителям в эти выходные. Привет, Джон. Конечно. Я стараюсь регулярно звонить родителям, чтобы оставаться на связи. Семья очень важна для меня. Это замечательно. Как часто ты им обычно звонишь? Я стараюсь звонить им по крайней мере раз в неделю, но иногда мы разговариваем дольше каждые две недели. Это хорошая чистота. Очень важно поддерживать прочные отношения с нашими близкими. Согласен, Джон. Поддержка и связь с семьей приносят радость и чувство принадлежности. Часто ли вы звоните родителям? Да, я стараюсь звонить им каждые выходные. Для меня это способ наверстать упущенное и показать им, что мне не все равно. Прекрасно, Джон. Очень важно уделять время родителям, особенно когда они становятся старше. Совершенно верно. Для меня это также возможность поделиться новостями о своей жизни и узнать, что происходит в их жизни. Общение играет ключевую роль в любых отношениях, особенно с семьей. Приятно слышать их голоса и вести содержательные беседы. Не могу не согласиться, Анна. Приятно осознавать, что у них все хорошо, и предлагать им поддержку в случае необходимости. Определенно, Джон. Наши родители всегда были рядом с нами, поэтому важно ответить взаимностью на эту заботу и любовь. Точно. Это способ выразить благодарность и укрепить нашу связь с ними. И даже если мы физически не можем постоянно находиться рядом с ними, простой телефонный звонок может сократить расстояние. Это очень верно. Благодаря технологиям нам стало проще оставаться на связи, где бы мы ни находились. Удивительно, как технологии изменили способ общения и поддержания отношений. Действительно, Анна. Итак, давайте возьмем за правило регулярно звонить родителям и дорожить этими моментами общения. Безусловно, Джон. Это небольшой жест, который во многом свидетельствует о нашей любви и признательности. Согласовано. Я обязательно позвоню им в эти выходные. Спасибо, что напомнила мне о важности семьи, Анна. Добро пожаловать, Джон. Семья очень важна, и я рада, что мы можем вдохновлять друг друга оставаться на связи. Проведите содержательный разговор со своими родителями. Я так и сделаю, Анна. И я надеюсь, что вы тоже прекрасно пообщаетесь со своей. Береги себя. Урок 10. Чудеса искусства Привет, Анна. Вы видели красочные мозаики на стенах? Они потрясающие. Привет, Джон. Да, я тоже их заметил. Они придают окружающей среде такую яркость и красоту. Абсолютно. Замысловатый дизайн и яркие цвета действительно завораживают. Удивительно, как художники могут создавать такие подробные и выразительные произведения искусства, используя крошечные кусочки мозаики. Я согласен. Чтобы собрать эти маленькие плитки в потрясающие композиции, нужны большое мастерство и терпение. А взаимодействие света с мозаичными поверхностями создает завораживающий эффект. Действительно, игра света и тени придаёт произведению искусства глубину и объём. Мозаики имеют богатую историю, уходящую вглубь веков. Их использовали для украшения зданий и рассказывания историй. Это правда. Они были популярны в древних цивилизациях, таких как Римская и Византийская империи. И даже сегодня мозаичное искусство продолжает процветать как в традиционных, так и в современных формах. Невероятно, как этот вид искусства выдержал испытания временем и продолжает вдохновлять художников по всему миру. Совершенно верно. Мозаика – прекрасный способ выразить творческий потенциал и сохранить культурное наследие. И их можно найти в разных местах, от общественных мест до частных домов и даже музеев. Да, они представляют собой визуальное удовольствие, где бы они ни находились, будь то в помещении или на улице. Ты когда-нибудь пыталась создать мозаику самостоятельно, Анна? Похоже, это весёлое и полезное занятие. Не знаю, но мне бы очень хотелось это исследовать. Это практический способ познакомиться с искусством и раскрыть творческий потенциал. Это правда. Возможно, мы сможем как-нибудь вместе пойти на урок по искусству мозаики. Это может быть увлекательное занятие. Я готов к этому, Джон. Изучение новых видов искусства всегда увлекательно и помогает нам расширить кругозор. Определённо. И кто знает, возможно, мы обнаружим в себе скрытые художественные таланты. Это было бы замечательно. Искусство приносит радость и вдохновение в нашу жизнь. Безусловно, Анна. Итак, давайте составим план, чтобы погрузиться в мир мозаики и исследовать наши творческие стороны. Похоже на план, Джон. Давайте вместе отправимся в это творческое путешествие и посмотрим, к чему оно нас приведёт. С нетерпением жду этого, Анна. Это будет незабываемый опыт. Урок 11. Заряжающие энергии и процедуры. Привет, Анна. Я заметила, что по выходным по утрам обычно тише. Я предпочитаю тренироваться по вечерам. Привет, Джон. Я понимаю, что ты имеешь в виду. Утро может быть спокойным временем для начала дня, но я также люблю вечерние тренировки. В утреннем спокойствии есть что-то, что помогает мне расслабиться в течение дня. Понимаю. С другой стороны, вечера могут стать отличным способом снять дневной стресс и зарядиться энергией на вечер. Именно так. Это возможность расслабиться, очистить разум и зарядиться энергией после напряжённого дня. Я считаю, что вечерние тренировки тоже помогают мне лучше спать. Как будто моё тело потратило энергию и готово к отдыху. Это интересно. Я слышал, что физическая активность может улучшить качество сна. Да, это отличный способ здоровым образом утомить организм и улучшить сон. Я также чувствую, что по вечерам я более гибко подхожу к тренировкам. Я могу не торопиться и сосредоточиться на каждом упражнении. Я согласен. На вечерних тренировках царит ощущение свободы и отдыха. Вы можете наслаждаться впечатлениями, не спеша. А ещё это отличная возможность посмотреть подкасты или послушать музыку во время тренировок. Совершенно верно. Это придаёт тренировке дополнительный уровень удовольствия. С другой стороны, я слышал, что утренние тренировки могут повысить метаболизм в течение дня. Это правда. Утренние тренировки могут ускорить обмен веществ и зарядить энергией на весь день. Все дело в том, чтобы найти то, что лучше всего подходит для графика и биологических часов каждого человека. Определённо. У каждого свой ритм и предпочтение, когда дело доходит до физических упражнений. Поэтому, будь то утро или вечер, важно найти постоянный распорядок дня, который вам подходит. Совершенно верно. Последовательность – ключ к использованию преимуществ регулярных физических упражнений. И дело не только в физических преимуществах. Тренировка также улучшает психическое благополучие. Да, упражнения высвобождают эндорфины, которые могут улучшить настроение и уменьшить стресс. Именно так. Это комплексный подход к заботе о физическом и психическом здоровье. Итак, будь то утренняя пробежка или вечерняя йога, давайте обязательно отдадим предпочтение регулярным упражнениям. Не могу не согласиться, Анна. Давайте будем активны и сделаем фитнес частью повседневной жизни. Похоже на план, Джон. Вот вам и заряжающие энергии тренировки и здоровый образ жизни. Спасибо, Анна. Давайте воплотим это в жизнь. Урок 12. Создание прочного фундамента. Привет, Анна. Ты когда-нибудь работала на рынке? Я слышала, что это может быть довольно сложно. Привет, Джон. Да, у меня есть. Это динамичная среда, в которой нужно оставаться в тонусе. Приятно это знать. Похоже, это место, где важны быстрота мышления и способность адаптироваться. Определенно. Рынок быстро развивается, и возможность принимать решения на месте имеет решающее значение. Могу себе представить. Это должно потребовать четкого понимания продуктов и потребностей клиентов. Совершенно верно. Главное, знать свою продукцию до глубины души и обеспечивать отличное обслуживание клиентов. Похоже, что создание прочной базы знаний необходимо для успеха на рынке. Ты абсолютно прав, Джон. Без прочной основы сложно ориентироваться в сложностях рынка. Я полагаю, что непрерывное обучение и отслеживание отраслевых тенденций также важны. Определенно. Рынок постоянно развивается, и очень важно быть на шаг впереди конкурентов. Как вы можете быть в курсе последних тенденций и событий, Анна? Я обязательно читаю отраслевые публикации, посещаю соответствующие конференции и общаюсь с профессионалами в этой области. Это упреждающий подход. Чтобы быть в курсе событий, важно полностью погрузиться в рынок. Совершенно верно. Оставаясь в курсе событий, вы можете предвидеть изменения и принимать взвешенные решения. Я вижу, как прочная основа и информированность могут дать вам конкурентное преимущество. Верно, Джон. Это поможет вам быть на шаг впереди и адаптироваться к постоянно меняющейся динамике рынка. Похоже, что работа на рынке требует сочетания навыков, знаний и умения общаться с клиентами. Именно так. Это многогранная роль, требующая как аналитического мышления, так и навыков межличностного общения. Я понимаю, почему рынок привлекает людей, преуспевающих в быстро меняющихся условиях. Это, безусловно, интересная и сложная область. Всегда можно узнать что-то новое и открыть для себя. Я восхищаюсь теми, кто преуспевает на рынке. Их способность преодолевать неопределенность и добиваться результатов впечатляет. Действительно, чтобы добиться успеха в такой конкурентной среде, нужны стойкость и строгая трудовая этика. Что ж, Анна, похоже, всем, кто работает на рынке, очень важно заложить прочную основу и уметь адаптироваться. Безусловно, Джон. Это непрерывный путь обучения и роста, но награды могут быть значительными. Спасибо, что поделились своим мнением, Анна. Меня вдохновляет узнать больше о рынке и его тонкостях. Добро пожаловать, Джон. Отправляйтесь в путь, и я уверен, что вы преуспеете на любом рынке, на котором решите работать. Я ценю твою поддержку, Анна. Мы должны заложить прочную основу и воспользоваться возможностями рынка. Урок 13. Поиск офисного оборудования Привет, Анна. Я ищу надежного поставщика офисной техники. Можете ли вы его порекомендовать? Конечно. Привет, Джон. У меня большой опыт работы с компанией Tech ProSolutions. Они предлагают широкий спектр офисного оборудования. Это просто фантастика. Я искал поставщика, который предлагает качественную продукцию по разумным ценам. Tech ProSolutions отвечает обоим этим критериям. Их продукты надежные и предлагают конкурентоспособные цены. Это именно то, что мне нужно. Я хочу, чтобы купленная нами офисная техника была прочной и долговечной. Понимаю. Очень важно инвестировать в оборудование, которое выдержит испытания временем и удовлетворит потребности вашего бизнеса. Совершенно верно. Не могли бы вы подробнее рассказать о типах оборудования, которое предлагает Tech ProSolutions? У них есть все, от принтеров и копиров до компьютерных аксессуаров и мебели. Это универсальный магазин офисных принадлежностей. Это удобно. Мы сэкономим время и силы, приобретая все оборудование у одного поставщика. Определенно. Tech ProSolutions упрощает и повышает эффективность процесса закупок. Предлагают ли они послепродажную поддержку или гарантии на свою продукцию? Да, они верят. Они обеспечивают отличное обслуживание клиентов и имеют гарантии на свое оборудование. Это обнадеживает. Приятно знать, что если возникнут какие-либо проблемы с оборудованием, мы окажем вам поддержку. Совершенно верно. Tech ProSolutions ценит удовлетворенность клиентов и стремится быстро решать любые проблемы. Я также хочу убедиться, что поставщик сможет обработать наш объем заказа и доставить его вовремя. Я не слышал о каких-либо проблемах, связанных с их пропускной способностью или надежностью доставки. Они кажутся довольно эффективными. Приятно это слышать. Своевременная доставка имеет решающие значения для бесперебойной работы наших операций. В самом деле. Tech ProSolutions понимает важность соблюдения сроков и обеспечения бесперебойной работы. Судя по тому, что вы рассказали, я склонен попробовать Tech ProSolutions. Можете ли вы предоставить их контактную информацию? Конечно, я пришлю вам ссылку на их веб-сайт и контактные данные. Вы можете связаться с ними и обсудить ваши конкретные требования. Спасибо большое, Анна. Мы очень ценим вашу рекомендацию. Добро пожаловать, Джон. Я рада, что смогла помочь. Надеюсь, Tech ProSolutions оправдает ваши ожидания. Я смотрю на это с оптимизмом. Учитывая ваш положительный опыт и широкий спектр предложений, я думаю, что это нам подходит. Я тоже так считаю. Надеемся на успешное сотрудничество с Tech ProSolutions для удовлетворения всех ваших потребностей в офисном оборудовании. Спасибо, Анна. Еще раз спасибо за помощь. Я немедленно свяжусь с ними. Мне очень приятно, Джон. Удачи вам в поиске офисного оборудования. Уверен, вы сделаете правильный выбор. Я ценю твое доверие. Хорошего дня, Анна. Урок 14. Изучение йоги для снятия стресса. Привет, Анна. Я подумывал попробовать себя в йоге. Так ли она эффективна для снятия стресса, как говорят люди? Привет, Джон. Конечно, йога известна своей способностью способствовать расслаблению и снижению уровня стресса. Это именно то, что мне нужно. В последнее время я чувствую себя подавленной, и я ищу здоровый способ расслабиться. Йога может стать отличным вариантом. Она сочетает физические движения с осознанным дыханием, создавая успокаивающий эффект. Звучит интригующе. Существуют ли конкретные виды йоги, которые больше подходят для снятия стресса? Для снятия стресса часто рекомендуется восстановительная йога и занятия легкой физической нагрузкой. Они сосредоточены на расслаблении и мягких движениях. Мне нравится идея нежных движений. Я не самый гибкий человек, но я готов попробовать. Гибкость не является обязательным условием для занятий йогой. Речь идет скорее о том, чтобы найти равновесие и наладить связь с телом и дыханием. Это обнадеживает слышать. Мне не хотелось пугаться моей негибкости. Йога — это практика без осуждения, которая поощряет принятие себя и заботу о себе. В классах вы найдете людей всех уровней. Приятно это знать. Для начала я поищу классы, подходящие для новичков. Есть рекомендации. Многие студии йоги предлагают серию занятий для начинающих или вводные занятия. Это отличный способ изучить основы в удобном темпе. Я обязательно займусь этим. Нужно ли мне специальное оборудование или одежда для начала? Рекомендуется удобная одежда, позволяющая легко двигаться. Некоторым нравится использовать коврик для йоги, но поначалу в этом нет необходимости. Я обязательно надену что-нибудь удобное. Мне нравится идея начать с минимального количества оборудования. Это хороший подход. Это упрощает задачу и позволяет сосредоточиться на самой практике. Есть ли дополнительное преимущество занятий йогой, помимо снятия стресса? Абсолютно. Йога может улучшить гибкость, силу и осанку. Она также способствует осознанности и осознанию своего тела. Похоже на целостную практику, которая дает множество преимуществ. Теперь я с еще большим удовольствием попробую. Рад это слышать, Джон. Думаю, йога станет для вас ценным дополнением к ежедневному уходу за собой. Спасибо, что поделились своим мнением, Анна. Я ценю ваше руководство, когда я отправляюсь в это новое путешествие. Добро пожаловать, Джон. Не забывайте проявлять терпение и получать удовольствие от процесса. Йога – это личная практика. Я учту это. Вот как с помощью йоги обрести спокойствие и снять стресс. Ура! Урок 15. Эффективное управление задачами Привет, Анна. У меня так много задач, и я начинаю чувствовать себя подавленной. Какие-нибудь советы о том, как эффективно ими управлять? Привет, Джон. Я определенно могу помочь тебе в этом. Один из подходов заключается в том, чтобы расставлять приоритеты в зависимости от их срочности и важности. В этом есть смысл. Было бы полезно сначала сосредоточиться на самых важных задачах. Как вы предлагаете мне это сделать? Один из способов – составить список дел и разделить задачи на задачи с высоким, средним или низким приоритетом. Таким образом, вы сможете в первую очередь заняться важными задачами. Создание списка дел звучит как хорошая отправная точка. Это даст мне четкое представление обо всем, что нужно сделать. Именно так. Это помогает вам оставаться организованным и снижает вероятность того, что вы забудете или пропустите какие-либо задачи. Как мне сохранить мотивацию и выполнить поставленные задачи, получив список дел? Разбив задачи на более мелкие и выполнимые шаги, вы избавите их от лишних хлопот. Празднуйте каждый выполненный шаг, и это поддержит вашу мотивацию. Отличная идея. Наблюдение за прогрессом, пусть даже небольшими темпами, должно приносить мне удовольствие и побуждать меня двигаться дальше. Абсолютно. Важно признавать и ценить ваши достижения на этом пути. Есть ли какие-либо инструменты или приложения, которые вы бы порекомендовали для управления задачами? Доступно несколько популярных приложений для управления задачами, таких как Tadist, Trello и Erison. Они предлагают функции для организации и отслеживания задач. Я рассмотрю эти приложения. Было бы удобно и эффективно иметь цифровой инструмент, который поможет мне. Они могут реально сэкономить время. Вы можете устанавливать напоминания, устанавливать сроки и даже сотрудничать с другими при необходимости. Совместная работа может быть необходима для решения определенных задач. Приятно знать, что эти приложения также поддерживают командную работу. Определенно. Они предоставляют централизованную платформу, на которой вы можете назначать задачи, обмениваться файлами и общаться со своей командой. Это прекрасно. Я вижу, как эти инструменты упростят процесс управления задачами и повысит производительность. Они действительно могут существенно изменить ситуацию к лучшему. Не забудьте найти инструмент, соответствующий вашим предпочтениям и рабочему процессу. Я учту это. Спасибо за ценный совет, Анна. Теперь я чувствую себя более подготовленной к выполнению своих задач. Добро пожаловать, Джон. Я рад, что смог вам помочь. Помните, делайте шаг за шагом, и вы добьетесь прогресса. Я ценю вашу поддержку. Здесь главное – эффективное управление задачами и более организованный рабочий распорядок. Ура! Ура, Джон! Желаю вам успеха в решении своих задач и более сбалансированной и продуктивной жизни. Спасибо, Анна. Я с оптимизмом смотрю на грядущие позитивные изменения. Хорошего дня! Урок 16. Культурный обмен и любопытство. Привет, Анна. Меня всегда интересовали разные обычаи и традиции. Как вы узнаете о других культурах? Привет, Джон. Есть разные способы изучить и узнать разные обычаи. Один из способов – книги и документальные фильмы. Книги и документальные фильмы кажутся отличными источниками. Они обеспечивают глубокое понимание различных культур и их обычаев. Абсолютно. Они дают ценную информацию об истории, традициях и ценностях различных обществ. Это очень интересно. Есть ли конкретные книги или документальные фильмы, которые вы бы порекомендовали? Сериалы, культуры мира и документальные фильмы «Нашнл Географик» – отличные ресурсы для начала. Я запишу их на заметку. Будет интересно познакомиться с культурой, читая и просматривая документальные фильмы. Ещё один способ узнать о разных обычаях – пообщаться с людьми из разных слоёв общества. В этом есть смысл. Беседы с представителями разных культур могут стать источником личного опыта и личных историй. Именно так. Это отличная возможность задать вопросы, поделиться мнениями и глубже понять их обычаи. Я рад, что вы упомянули о том, что задавали вопросы. Иногда я боюсь показаться бесчувственным или невежественным. Как мне отнестись к этому с уважением? Хороший подход – выразить искреннее любопытство и интерес. Большинство людей ценят, когда другие проявляют искреннее желание учиться. Это обнадеживает слышать. Я не забуду подходить к разговорам непредвзято и с искренним желанием учиться. Это правильный образ мышления, Джон. Главное – относиться к культурным различиям с уважением и любопытством. Помимо книг, документальных фильмов и бесед, есть ли другие способы погрузиться в разные культуры? Да, путешествия по разным странам позволяют на практике познакомиться с их обычаями, традициями и повседневной жизнью. Путешествия кажется невероятным способом по-настоящему погрузиться в другую культуру. Это, должно быть, обогащающий опыт. Это определенно так. Открывая новое место, пробуя местную кухню и общаясь с местными жителями, вы сможете расширить свой культурный кругозор. Я с нетерпением жду того дня, когда смогу снова путешествовать и воочию познакомиться с богатством разных культур. Это будет захватывающее приключение, Джон. До тех пор вы можете продолжать изучать и ценить разные культуры различными способами. Спасибо, что поделились этой ценной информацией, Анна. Меня вдохновляет продолжить свое путешествие по изучению культуры. Добро пожаловать, Джон. Проявите любопытство, и вы откроете для себя мир удивительных обычаев и традиций. Приятного путешествия! Конечно, так и сделаю. Здесь вас ждет красота культурного разнообразия и безграничные возможности для обучения. Ура! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok